Ну что же, и всем привет. Сегодня с вами я, Фёдор, и сегодня я хотел поговорить о такой вещи, как эффект Нинтендо. Да уж, я выбрал не туаленную тему, но я постоянно хотел о ней объясниться, поэтому я решил объяснить такую вещь, как эффект Нинтендо. Ну что ж, приступим. Сначала надо выяснить, откуда у всего пошли корни. Само с собой эффект Нинтендо берётся от DMCA, из-за чего многие вещи по производству Нинтендо становятся забанены. Именно поэтому я хотел о таком поговорить, как этим заразились другие. Первый пациент — это студия Мельниц, так как она удаляет игры по лунтику и... А именно, удаляет даже и каналы. Вот пример. Чего студия Мельниц начала и банить пародии? Но пародии же не нарушают авторские права. Мне кажется, что это совсем уже переходит все границы. Ну а третий заражённый — это Майкрософт. Майкрософт теперь начал запрещать фанатам, что попало, из-за роста. Майкрософт начали банить, что попало. В том числе и разные видео по Майнкрафту теперь. Всё расскажет мой друг Рондер. Рондер, твой черёд! Спасибо, Фёдор. Прошёл теперь мой час начать действовать. Так сказать, пора затронуть Майкрософт. По сути, Майкрософт начали банить никому невинных людей просто за использование их контента. Показа мобов, геймплея и прочего. Буквы, шрифт. По сути, нельзя использовать! Вы хоть понимаете, что это значит? Получается, людям тебе придётся много времени на это потратить? Ха, спасибо, Рондер. Как говорится, из-за этого люди теперь страдают. Ну хоть раз, будьте, пожалуйста, адекватными. Если человек что-то и делает, то он не делает это ради денег! Вы просто по... Я надеюсь, что всё будет хорошо. Я очень надеюсь, что вам информация была понятной. Как вы знаете, не забывайте нажимать на колокольчик, жмякать лайк, нажимать подписку и отпишите комментарии, если он что-то для вас или нет. Попробуйте также посмотреть на ссылки в описании, если хотите. Ну что же, надеюсь, вам это понравилось. Меня зовут Рондер и его друг Рондер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok